Как молодежная программа РЖД может помочь в движении по карьерной лестнице? Какие проблемы стоят на пути увеличения пропускной способности магистралей? И чем реформа железнодорожной отрасли обернется для сегодняшних студентов профильных вузов? Эти вопросы начальник Московской дороги Владимир Молдавер озвучил на видеоселекторном совещании с руководителями регионов. Но совещание необычным. Оно прошло в формате лекции для студентов столичного железнодорожного вуза МИИТа и было приурочено к открытию в учебном заведении отреставрированной аудитории. В числе слушателей оказался и наш корреспондент Илья Залевский. Полный зал и неподдельный интерес в глазах. Повышенное внимание к визиту в МИИТ начальника Московской железной дороги Владимира Молдавера в теперь уже отреставрированную аудиторию номер 3303. Символический ключ от нее вручен ректору института Борису Левину. Отныне учебный процесс здесь будет проходить в комфортных условиях. Насколько приятно читать и служить, студенты и начальник магистрали проверили незамедлительно. Владимир Молдавер прочел лекцию о реформах в железнодорожной отрасли. В настоящее время на сети 16 железных дорог. Каждая из них имеет свою особенность и свою специфику. Ну, например, Западосибирская железная дорога – это массовая нагрузка угля. Дальевосточная, Октябрьская и Северокавказская дорога – это работа с портами. Снижение нагрузки на экономику страны, совершенствование кадровой политики, создание организационной структуры магистрали и выстраивание вертикалей дирекции РЖД. Начальник магистрали озвучил наиболее актуальные задачи компании. Была затронута и проблема пропускной способности некоторых направлений железных дорог. Мы в прошлом году увеличили грузооборот на 12%. Увеличенный грузооборот на 12%, внедрив новые пассажирские технологии, дорога стала ощущать нехватку пропускной способности по отдельным направлениям. Закончилась конференция блоком вопросов Владимиру Молдаверу и награждением лучших студентов-целевиков и преподавателей. Последний штрих – фото на память.